Фитнес-клуб В этом году конкурс стал еще более масштабным. В нем участвуют крупнейшие спортклубы и поддерживают ведущие медиа Sky Radio, Портал Дельфи и МК Эстония. Напомним, что заявки для участия в проекте прислали более тысячи человек, из которых было отобрано по 11 человек в каждую из трех команд. На предпоследние недели участники из клуба MyFitness в Нарве резко вырвались вперед и закрепили успех в финале. Конкурсанты за время проекта похудели почти на 19% или 213 килограммов и заняли почетное первое место в проекте. Из 10 человек команды 8 расстались с более чем 20 лишними килограммами. Тренер Павел Боровков отметил, что в этом году проект был особенно интересным, потому что в нем участвовали сильные и целеустремленные соперники. Я вижу, что эта проблема из лишнего веса, она из года в год становится все больше и больше. Я надеюсь, что благодаря такими проектами люди открывают глаза, начинают думать, начинают менять свою жизнь, начинают становиться лучше. В этом году было очень большое количество участников, подано анкет, люди были очень интересные. И в этом году мы постарались собрать команду именно таких интересных людей в Нарве и с ними поработать. Второе место в проекте заняла команда из фитнес-клуба «Идокескуспорт», которая похудела с тренером Ларисой Ивахно. Результат команды составил 16,4% или минус 173 килограмма. На третьем месте команда Федора Дуника, клуба «Майфитнес» в Таллине. Кроме того, вместе с проектом худела и большая группа поддержки, созданная из тех, кто не попал в проект. Все участники также могут гордиться собой, ведь все они встали с дивана, отправились в спортзал и были полны решимости кардинально изменить свою жизнь. Но не менее важен и дальнейший настрой худеющих. Все участники намерены продолжать вести спортивный, здоровый образ жизни и после проекта. Я понимала, что лишние килограммы мне мешают это сделать. И я весь проект старалась, как могла, изо всех сил, стать лучше, стать красивей, стать здоровей. Я считаю, что я также поменялась немножко и внутренне. Я больше внимания стала уделять внимание себе. Проект для меня – это сказка, что я сюда попала. Я желаю всем не бояться, чтобы никто не боялся начинать худеть и не искать себе отговорок. Можно и детей взять с собой. Я брал с собой детей на тренировки, они тоже смотрели, им тоже интересно. Главное – не лениться. Я никогда не думала, что я смогу поднимать штангу, что я смогу так активно заниматься спортом, потому что было много травм, было много всяких операций. И я это все смогла, и поэтому это была прежде всего победа над собой, конечно, над своей ленью, над своими не могло. Общий вес всех конкурсантов в начале проекта составлял больше трех тонн. За три месяца участники проекта похудели более чем на 650 килограммов. Справились все, а многие установили свои личные рекорды. Тот факт, что проект «Размер» имеет значение – отличный старт для начала новой жизни, подтверждают все – и нынешние, и бывшие конкурсанты. А также отмечают, что не стоит бояться перемен. Репортаж о финале эстонского проекта читайте завтра в свежем номере еженедельника МК «Эстония». А в эту субботу в 18.40 на ПБК мы также увидим в финале участников реалити-шоу «Взвешенные и счастливые». Некоторые похудели на 100 килограммов, побив рекорды всех сезонов проекта. Екатерина Прехова, Титкарк, Первый Балтийский канал.